Еженедельное оперативное совещание провели в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За отчётный период в округе зафиксированы 28 преступлений, 23 из них раскрыты по горячим следам. Совершено 132 ДТП, в которых пострадали 3 человека. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона за 7 дней по сигналу тревоги совершили 52 выезда. В их числе 6 на тушение пожаров в городском округе Люберцы. Пострадавших нет. Аварийных отключений на объектах тепловода, газа и электроснабжения не зафиксировано. В единую диспетчерскую службу ЖКХ поступило 4794 обращения. Основная масса у нас – это справки, начисления и вопросы водоснабжения, то, что сейчас идёт подготовка к отопительному периоду. В округе по 39 адресам продолжают замену лифтового оборудования. В 16 домах работы выполнены. На 95% завершён ремонт подъездов. Полным ходом идёт капремонт многоквартирных домов. Из 135 МКД в работе находятся 52 дома. 54 уже отремонтировали. Особое внимание к содержанию городских и дворовых территорий. За период с 11 по 18 июля управляющими подрядами организациями ежедневно проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 106 единиц спецтехники и средств малой механизации. Задействовано 1067 человек. На дворовых территориях силами управляющих организаций проводятся работы по ямочному ремонту. За неделю устроено ям общей площадью 312 квадратных метров. Участники совещания обсудили вопросы, связанные с вывозом мусора, уборкой остановочных павильонов и безопасностью дорожного движения. Узнали о спортивных достижениях люберчан и культурных мероприятиях, которые прошли в парках округа. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.